МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости седьмого канала в студии Евгений Петренко. И главная тема к этому часу. Частичная реализация. Каждый вечер 9 баллов. Каждый вечер. Мост через Качу открыли, но не полностью. Рабочие назвали новый срок окончания работы. Семейная ссора или жестокое избиение? На протяжении нескольких минут мужчина бил и пинал девушку. Свидетелями стали все соседи, которых разбудили крики. Мобилизация в вопросах и ответах. Музыкальные инструменты приветствуются, можно брать его. Всегда есть музыка, всегда есть время. Что нужно взять с собой на спецоперацию? Или что делать, если вы негодны, а поездка пришла? Ответ от первого лица. Кошкин дом. Это нужно, этим должен быть заниматься. В Зеленогорске работает приют для бездомных котят. За каждой умильной мордочкой скрывается трагическая история. Мост через Качу открыли, но частично. Там продолжается ремонт, его сроки вновь сдвигаются, как и еще на нескольких объектах в Красноярске. При этом город почти каждый будний день в часы пик встает в огромные пробки. Когда ждать окончания работ на дорогах, расскажем в нашем следующем сюжете. Движение на Брянске изменилось спустя три месяца. Сегодня мост через Качу открыли, но пока частично. Речь об участке рядом с галереей цветов. Едет две полосы, по одной в каждую сторону. Изначально рабочие думали закончить все работы всего за месяц. Прошло уже три. Ремонт никак не закончится и на другом мосту, тоже на Брянской. Одной из главных причин, почему пришлось перенести сроки, называют погодные условия. Мол, лето было дождливое и не давало работать. Но вот сегодня сухо, понедельник, время 10.40, а на объекте тишина, никого нет. Свои баллы к пробкам в часы пик добавляет и третий мост через Качу на Перенсона. Его планировали доделать к 30 сентября, но помешала не только погода. Часть старых балок рухнула и работы прибавилось. В мэрии говорят, закончить с ремонтом мостов в Красноярске должны к 30 октября. Только горожан такая новость не особо радует. Конечно, каждый вечер 9 баллов. Каждый вечер. То есть, ну, я в новостях слышал, что прокуратура уже выписала представление. Да, да, да. Ну, все, теперь, получается, ждем месяц, если меры не будут приняты, прокуратура еще что-нибудь выпишет. Вот и все. Ничего мы сделать не можем. В своем представлении правоохранители отмечают, недопустимо срывать сроки ремонта. Кроме МРЧК и мостов через Качу, это еще и путепровод через Красраб на улице Мичурина. В начале июля также оптимистично часть моста закрывали примерно на месяц. И эту часть ремонтируют до сих пор. И это не все, что ждут красноярцы. Да вот недавно, наверное, пробка была сильная на Копылово. Два часа домой ездила. То есть, ну, у меня, получается, с торгового квартала до Ключевской, там, 20 минут максимум ехать по пробкам. А там два часа пришлось простоять. Движению на Керенского и Николаевском проспекте уже год добавляет проблем съезд с 4-го моста в Студгородок. Вернее, его отсутствие. Основная часть магистрали по улице Байкицкой готова. Ее даже собирались открыть к началу осени. Но что-то пошло не так. Да и сами съезды с моста еще не сделаны. Сроки подрядчик не нарушает, так что снова придется ждать. И в ГИБДД призывают набраться терпения и быть внимательнее. Мы мониторим социальные сети, граждане друг на друга жалуются, когда где-то перестраиваются, с третьего ряда пытаются вклиниться. И в целом возникает заторвая ситуация из-за того, что водители друг друга не уважают. Поэтому, конечно же, мы настоятельно рекомендуем, пока еще продолжается у нас дорожный ремонт на строительный сезон, каждый день смотреть на знаковую информацию, не ездить по накатанной. Знаки у нас меняются. А значимо они изменятся, скорее всего, в ноябре. Точной даты еще нет, но известно, что нас ждет перекрытие на Карла Маркса. И если к этому времени не успеют сдать основные объекты, трудно даже представить, что будет на дорогах города. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. В зеленой роще ночью во дворе жилого дома мужчина избил женщину. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. В ход пошли не только руки, но и ноги. От криков во дворе проснулись местные жители. На место, где все произошло, выехал наш корреспондент Евгений Назарчук. Подробности в его сюжете. Жуткие крики накануне ночью переполошили жильцов дома на Металлургов 6. Выглянув в окно, люди увидели, как мужчина со всей силы бьет женщину головой о припаркованный автомобиль после руками и на этом останавливаться не думает. Бьет ногами. Я услышала крики, ну даже окна закрыты сейчас, а крики были слишком громкие. Я открыла окошко, сказала, что вы здесь орете среди ночи. Но они меня слышать не хотели, потому что он бегал там за ней. А она от него убегала. Говорила, только без рук, только без рук. Мы решили выехать на место, чтобы узнать подробности столь жестокой расправы. Местные говорят, автомобиль, возле которого все произошло, был весь в крови. Его уже нет на месте, но следы крови еще остались. Участники конфликта – жильцы дома, возле которого все произошло. Соседи говорят, что и агрессор, и его жертва – сожители. Зла употребляют алкоголем и уже не раз привлекали внимание соседей. Ко всему этому ранее мужчина уже был судим за кражу. Отвечать на какие-либо вопросы нам он отказался. Конфликта произошел у вас. У кого? У кого ничего не происходило. Дорогая девушка побили возле машины. Кто побил? Вы не знаете ничего. Кадры с камерой видеонаблюдения начали массово публиковаться в общедомовых чатах и социальных сетях. Люди настолько ужаснулись увиденным, что желают агрессору самому оказаться на месте девушки или в еще более худших условиях. Вот таких отправьте в самую горячую точку. Нормальных мужиков забирают, а эти тут бухают и девушек бьют. На спецоперацию этого гада пусть там себя проявит, а то взяли моду слабый пола бежать. Правильно говорите, на спецоперацию отправлять таких животных. В полиции нам рассказали, что заявлений к ним не поступало. Однако после опубликованного в сети видео начали проверку. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была обнаружена информация о том, что ночью в советском районе Кровевого центра на улице Металургов мужчина причинил телесные повреждения женщине. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены и опрошены возможные очевидцы произошедшего, участники конфликта и соответственно его причины. В министерстве здравоохранения сказали, что пострадавшая за помощью к врачам не обращалась. По всей видимости, женщина, боясь наказания для своего сожителя, либо за себя, решила умолчать о случившемся. Евгений Назарчук, Данила Дубенко, 7 канал. Неизвестный поджог здания военкомата Советского и Центрального районов Красноярске. Кадры с камер видеонаблюдения появились в социальных сетях. Рано утром красноярец бросил две бутылки с зажигательной смесью в окно учреждения. В результате возник пожар, который тушили охранявшие военкомат сотрудники. Спасателям информация о возгорании не поступало. В военкомате и полиции инцидент пока никак не комментируют. Задержать поджигателя не удалось. Военком Красноярского края Андрей Лысенко рассказал, что делать людям, необоснованно получившим повестку, например, не подходящим по здоровью. А также ответил и на другие частые вопросы о частичной мобилизации. Подробности далее. Что делать, если пришла повестка, но у меня проблемы со здоровьем? Необходимо принести документы из поликлиники, в которой гражданин стоит на учете. Если он лежал в больнице, значит, выписанный эпикризис, чтобы мы понимали, чем он болен. И далее будут по нему приняты правовые решения. Либо он будет призван, либо он будет освобожден от призыва. Что обязательно нужно принести на сборный пункт? Паспорт, военный билет, водительские права. Если имеется какая-то профессия, то желательно иметь с собой копию диплома полученной профессии. Ну, естественно, личные вещи, гигиены. Какую форму выдадут? Это будет хлопчатобумажное обмундирование, это будет теплое обмундирование, это будет белье, это будет обувь, соответствующая его размерам, носки, перчатки, шапки по сезону. Все обмундирование будет точно такое же, как у военнослужащих по контракту. Трессы бронезащиты будут выданы в части. Что еще можно с собой взять? Музыкальные инструменты приветствуются, можно брать его, всегда есть музыки, всегда есть время. Что касается квадрокоптеров, с собой их можно взять. И, естественно, в подразделениях, где они будут находиться, есть соответствующие специалисты, которые поставят соответствующие программы для того, чтобы с ними работать. Как держать связь с родными? Что касается телефонов, то при нахождении в частях выделяется для этого времени, и телефоны должны быть обыкновенные кнопочные телефоны, телефоны, не имеющие никаких мультимедийных возможностей. Про модели могу показать, мой телефон вот такой вот, простой именно телефон. Системы GPS-навигации с собой брать нельзя. Зимняя одежда, спальники и даже новенькие кнопочные телефоны. Все это красноярцы несут в пункты сбора помощи для мобилизованных. Присоединились к сбору целой организации, например, в межрайонный родильный дом номер 2. Там для мужчин собрали 50 комплектов тормобилья и столько же балаклав. Активно несут вещи пенсионеры. Так Галина Коркина специально закупила для мобилизованных несколько десятков пар носков, стелек и шапок. И на этом она не останавливается. Я съезжу еще, куплю, там по 15 рублей стельки, 100 штук, если покупать 100 штук, то по 15 продают. Я вот куплю вот с этой следующей пенсии 100 стелек, что у 100 человечек, солдат наш, будет теплые ножки. Помочь мобилизованным можете и лично вы. Адрес пункта, где сейчас идет сбор вещей, на ваших экранах он работает по будням с 9 до 6 вечера. Общественники говорят, к ним уже обратились и мужчины, попавшие под частичную мобилизацию, и их родственники. Вот, допустим, у нас пришел большой мужчина, которому не подходил ни один стандартный спальник, но у нас случайным образом обнаружился большой спальник. Мы его передали. Пришла также мама мобилизованного парня, который сам из многодетной семьи. И мы тоже передали эту помощь и для ее сына, маме, и для тех ребят, которые с ним в одном поезде поедут. Красноярск ждет учебная тревога. В городе прозвучат сирены и аудиоинструкции, что делать дальше. Их также можно будет услышать по радио и телевидению. Так, в Краевом центре проверят систему оповещения на случай чрезвычайных ситуаций. Учения традиционно проводят в начале октября. Сейчас тренировка пройдет в среду, 5 числа, с 10.30 до 11.00, и с 12.00 до 12.30. В Краевом центре ГОИЧС просят жителей отнестись с пониманием к проверке системы оповещения населения, сохранять спокойствие и ничего не предпринимать. 66-летнего журналиста нашли мертвым в лесной избе. Красноярец взял микрозаем и написал заявление, что это сделали мошенники. А на Таргашинском хребте туристы заметили змею. Об этих и других новостях расскажем далее в двух словах. Красноярец взял микрозаем и написал заявление, что это сделали мошенники. Ему дали год условно и взыскали оплату 10 тысяч за адвоката. Полицейские выяснили, что злоумышленник выпивал со знакомыми в квартире, и когда алкоголь закончился, мужчина оформил на себя 5 тысяч рублей в микрозайме. Через месяц пришло время отдавать деньги, и житель Краевого центра по совету друга заявил в полицию, что заем взял не он. Мужчина не учел, что в конторе остались его фотографии и подписанные документы. Пришлось сознаться. 66-летнего журналиста нашли мертвым в лесной избе под Железногорском. О его гибели сообщили волонтеры. В тайгу мужчина ушел еще 17 сентября. Близкие утром отвезли его собирать орехи. Назад мужчина уже не вернулся. Поисковики нашли обгоревшее тело только 1 октября. Предварительной причиной смерти называют пожар в охотничьей избушке. Он мог произойти из-за неисправности печи. Сразу два звездопада увидят красноярцы в октябре. Это метеорные дожди, дракониды и уриониды. Ожидается еще и солнечное затмение, но в Красноярске его видно почти не будет. Так, первый пик активности звездопадов придется на 8 октября. Ученые советуют наблюдать красочное природное явление с вечера и до полуночи. Второй метеорный поток будет идти со 2 октября по 7 ноября, но пик придется на 21 октября. Астрономы ожидают появления в этот момент до 20 метеоров в час. На Доргашинском хребте Красноярска туристы заметили змею. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как присмыкающаяся выползла на пешеходную тропу возле скалы арка и при виде людей поспешила вернуться в укрытие. Комментаторы предположили, что это ядовитая гадюка. Эксперты напоминают, при такой встрече необходимо вызывать службу от лова и ни в коем случае не приближаться к змее. Заболеваемость с коронавирусом в нашем регионе продолжает снижаться, хоть и не такими быстрыми темпами, как раньше. За последние сутки выявили 363 новых зараженных. 17 человек пришлось госпитализировать, 380 пациентов закрыли больничной. Впервые за месяц, за сутки от коронавируса не умер ни один человек. Вы смотрите новости седьмого канала, телефон редакции 29333. Звоните и сообщайте о том, что происходит у вас, а мы продолжаем выпуск. Синоптики обещают красноярцам ночные заморозки, а затем небольшое потепление. Этой ночью столбик термометра опустится до минус трех, а завтра, во вторник, 4 октября потеплеет до плюс восьми. Осадков не обещают, а вот в среду уже возможен дождь. Днем максимум плюс шесть. В четверг будет самым холодным днем недели, плюс пять и дождь, а с пятницы начнет постепенно теплеть. Плюс семь, но по-прежнему дождь. В субботу уже плюс десять, но осадки не прекратятся. В воскресенье ожидается такая же погода, плюс десять и дождь. По ночам температура будет падать почти до ноля, поэтому, возможно, гололедится. На Красноярск надвигается похолодание и ветер. Осенняя хандра. Так синоптики вкратце описывают октябрь и прогнозируют, что месяц будет богат не только дождями, но и заморозками. А вот во второй декаде придет небольшое потепление и ненадолго выглянет солнце. Подробнее о погоде расскажет Евгений Черных. Осенняя хандра. Так в двух словах можно назвать октябрь этого года. Будет все темнее, все холоднее. Ветер сильный, постоянные дожди и даже метели. Это последние дни, когда мы можем увидеть золото осени. И начало второй декады станет лучшим временем октября для прогулок. Числа с 8 по 13 будут самыми теплыми, в среднем 10 градусов. Но уже 14 столбик термометра резко упадет вниз до минус одного. Такой холод продлится всего два дня и уже в воскресенье, 18 числа, градусник покажет плюс 8. По прогнозам синоптиков, средняя температура за весь месяц не поднимется выше 3 градусов. Изначально, как писали, аномальный октябрь ожидается. Нет, аномального октября не ожидается. Будет классический октябрь. Подчеркну, он будет не только в центральных и южных районах классическим, но также и касаемо с севера. Вся последняя декада октября не порадует ни солнцем, ни теплом. Выше 4 градусов по Цельсию термометр не покажет. А ночью и вовсе за 10 дней положительных температур не будет. Нет худа без добра. В МЧС заявили, что лесных пожаров больше не будет. Постепенно мы переходим в период, когда у нас природа замирает. И, соответственно, то же самое происходит и чрезвычайными ситуациями. Мы переходим постепенно от резонансных чрезвычайных ситуаций к обыденности. Обыденными авариями у МЧС считаются техногенные пожары. Температура падает, люди начинают топить печки или включать электрические обогреватели. Из-за неисправности проводки или несоблюдения мер безопасности может произойти страшное. В октябре стоит быть осторожнее, еще и потому, что почти весь месяц будут идти сильные магнитные бури до 8 баллов. Из-за резкого перепада температур, дождя и ветра на дорогах в октябре все чаще будет образовываться гололед. Поэтому сотрудники МЧС рекомендуют переобуть машину на зимнюю резину. Но переобуваться стоит не только автолюбителям, потому что в летней обуви уже довольно прохладно. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал. Евгений Черных, Дмитрий Комаров, 7 канал. Получат и другие производственные сферы. Главное, чтобы внедрялись новые технологии. Продукт предприятия был востребован для стратегических отраслей промышленности страны. Так в край планируют привлечь не менее 220 миллиардов рублей инвестиций. Пока идет реализация инвестиционного проекта, пока это производство налаживается, есть и налоговая льгота. Мы ожидаем по спику на прибыль развития всех наших наукоемких отраслей, связи, спутников до легкой промышленности, до развития производства легкого машиностроения. И все, чем славится Красноярский край, как промышленно именно наукоемкий регион, а не только регион добычи. Тысяча красноярцев собралась в эгопарке «Гремячая грива», несмотря на холод. В городе прошел Всероссийский день ходьбы. Нулевая температура и порывистый ветер не остановили людей. На спортивную прогулку пришли семьями и коллективами. Участники прошли два километра. Независимо от результатов, каждый прошедший дистанцию получил символическую медаль. Допускалась как классическая, так и северная ходьба с лыжными палками. Желающие могли получить инвентарь на месте и поучаствовать в мастер-классе. Программа завершилась розыгрышем призов от Олимпийского совета Красноярского края, Центра спортивной подготовки и Краевого туристко-информационного центра. Акция стала частью федерального проекта «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография». Я с большим удовольствием поехала сегодня на это мероприятие. Хотя второй раз сегодня здесь нахожусь, все нравится. Воздух прекрасный, люди, но все были готовы к этому. Замечательно, спасибо организаторам за этот уголок, который создали. Это волнует сердце и водоразит разум. В поселок Хатанга удаленный уголок на севере края доставили 4 автомобиля для местной больницы. Транспорт прибыл водным путем. Сейчас машины находятся в местном порту. После оформления необходимых документов гараж Таймырской районной больницы номер один пополнится машиной скорой помощи класса А почти за 5 миллионов рублей и Нивой стоимостью около 700 тысяч. Транспорт приобретен за счет краевых средств. Также в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта здравоохранения в медучреждение поступил 8-местный микроавтобус и санитарный УАЗ. Для поселка поступление такого количества транспорта одномоментно, беспрецедентно. Сейчас по всему краю планово обновляют парк медтранспорта. Каждый год заменяют до 15% от общего числа машин. Всего за этот год планируется приобрести со 49 спецмашин. Их приобретут за счет средств федерального бюджета по нацпроекту здравоохранения. Также на это пойдут и краевые средства. Общая сумма 241 миллионов рублей. Мы очень рады такому количеству автомобилей. Тем более наши уже давно изношены. Амортизация уже ноль. Безумно счастливы к приобретению. В Зеленогорске работает приют для бездомных котят. У каждого обитателя своя непростая история. Приют присоединился к акции «Животные в городе». Ее главная задача – уменьшить число потеряшек и привить людям больше ответственности за своих питомцев. Ведь этих пушистиков выкидывают порой, не задумываясь. Виктор Бородин продолжит тему. Вон, видите, какой у нас рыжая лукошка. Вот рыжая лукошка. Вот подбросили тоже в коробке. Это вот тоже нашли люди. Это комната для самых маленьких обитателей приюта. И у каждого котенка здесь своя тяжелая история. Например, рыжего нашли в лесу, рядом с лыжной базой. Еще нескольких пришлось доставать из подвалов жилых домов. Но были случаи и пострашнее. Лебники пошли в лес. В лесу нашли коробку, картонную коробку, небольшую замотанную скотчем. Открыли, а там вот пятеро котят. Кроме детской, есть еще несколько комнат. В одной живут новички. Они попали в приют на днях и пока только привыкают к обстановке. Соседняя комната общая. Там есть игрушки, когтеточки и удобные лежанки. Девиз приюта – всех питомцев надо вылечить и накормить. Сколько именно здесь котов, никто считать уже и не берется. Несколько десятков точно есть. И дворовых, и породистых. Ухаживает за ними команда волонтеров. Это нужно. Этим должен кто-то заниматься. Не то, чтобы кто, кроме меня. Но так получилось. И бросить ты уже, даже если ты этого хочешь, ты это уже даже не можешь. Горожане по возможности приют также поддерживают. Но посвятить несколько часов уборки могут не все. А вот заехать на пять минут, завести корм – это с радости. Да, поддерживать надо все равно животных. Тем более, вот эти милые люди занимаются очень благородным делом. Ну, как не помочь? Я всю жизнь любила, в принципе, животных. То есть, в принципе, к животным неравнодушно, мне их жалко. Я вижу проблему, что с животными проблема все-таки остро стоит. Новые питомцы тут появляются почти каждый день. Однако, решить проблему можно, считают в приюте. Во-первых, стерилизация. Кстати, кошки после операции тоже лежат в отдельной комнате и за ними ухаживают. Во-вторых, чипирование. Когда, например, человек находит животное, ты приносишь в твою ветеринарную клинику, считываешь сканером, где прописывается номер. Ты можешь сразу определить, кто владелец, и вернуть родительцу. Сейчас приют подключился к проекту «Животные в городе», поддержанному краевой грантовой программой «Партнерство». Его суть в следующем. Волонтеры стерилизуют и чипируют животных не только с улицы. Операцию делают и кошкам, хозяева которых попали в трудную жизненную ситуацию. Работать с этими людьми, у которых все не так просто, и которые могут просто выбросить собаку или кошку. И это интересный проект, потому что он такой двухкомпонентный. Чипирование повышает ответственность хозяина. Он будет знать, четвероногого на улицу просто так не выкинешь, вернут обратно. Еще один плюс такого подхода – потеряшек на улицах станет меньше. Виктор Бородин, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Прогноз погоды представляет сеть ортопедических салонов «Нейрон». Товары для здоровья всей семьи. И теперь информация о погоде. Во вторник, 4 октября, в Красноярске переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 1 метр в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Ночью 3 градуса холода, днем до плюс 8. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайберы ватсап. Номер 8391-2900-333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. В студии для вас работал Евгений Петренко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова